Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В общем, я решил пойти туда на лестницу, потому что вы мне сказали, что где-то тут я пропустил сундук Я думал, что эта лестница приведет нас в новую локацию То есть вообще в совершенно другую большую локацию, ну нифига Поднявшись по ней, появился этот засранец Тихо Появился этот дракон И таким образом Я, в общем-то, успел кое-как сюда добежать И внизу я нашел действительно Я нашел сундук, в котором лежал топор Только я не понимаю, почему тут все раздолбанно Вообще не должно было быть Я вроде бы сидел у костра Все должно было Вернуться На место, так извиняюсь Короче Здесь стоял сундук Но это был нифига не сундук Это был мимик И он был, честно говоря, очень-очень жирный Я был удивлен Он реально был силен Даже несмотря на то, что я выяснил, что это мимик Я начал надирать ему задницу Эта тварь встала И Вполне себе спокойно Она была меня убить И даже более того, она меня убила Вот Потом я в итоге выбежал вот туда Забрал все, что там было И решил сделать это так Чтобы не убивать дракона Я решил оставить его в живых Потому что их и так здесь осталось немного И, кстати говоря Это нифига не дракон Так, давайте-ка мы от него избавимся Мне напрягает Это не дракон Вы были правы Спасибо вам за это Я Обратил свое внимание на то Что у них Тихо Да умри что уже Господи Я обратил внимание на то, что у них нет передних конечностей У них есть только задние две лапки И Крылья То есть у них вместо передних лап У них идут крылья Что это значит Это значит, что это нифига не дракон Это виверны Вот И Я, честно говоря, думал, что это все драконы Но спасибо вам за то, что Подсказали мне по этому поводу Это на самом деле немножко Меняет все, что Все, о чем я думал Но не сильно Хорошо Тем не менее Я, пока я разбирался с проблемой Я накопил 20 тысяч душ за кадром Поэтому, что мы сейчас сделаем Сейчас мы с вами отправимся в храм огня Купим ключ И пойдем Посмотрим, что там В той башне, в общем-то Отлично Я бы еще, честно говоря Помимо прочего Я бы попробовал бы еще Продать все, что мне не нужно А, точно Точно-точно Мы еще у Андрея Вот, вот как его зовут Его зовут Андрея Точно Я думаю, Эндрю Или что-то в этом роте Андрея его зовут Первым делом Мы сходим именно к нему Потому что у нас есть Осколок Эстуса И Да Давайте-ка мы Крепим флягу с Эстусом Да Отлично И что это значит? А, секундочку Я ее укрепил или нет? О Вот еще, что я хочу Где-то этот осколок должен быть у нас Должен был быть у нас в инвентаре Я хотел просто о нем почитать Кстати говоря, помощь в лечении Да, точно Я совсем забыл Мы же ж купили помощь в лечении Для того, чтобы можно было использовать ее Я совсем забыл за нее, честно говоря Ууу Не круто Ладно Так, крепим флягу с Эстусом Ты больше мне ничего не сможешь делать Да Я так понял, что Оно просто Будет теперь восстанавливать У меня больше здоровья Да Скорее всего, да Еще вы мне подсказали Что если мне Надо быстро переключиться с Эстус Надо просто зажать вниз кнопочку Отлично Тоже за что вам большое спасибо Так, тем не менее Давайте-ка мы уже купим ключ Наконец Я так давно хотел его купить Честно говоря Так И Так, господи Ни эти кнопки Где он тут Ключ от ветхой башенки Позади хрома огня Через нее пролегает Путь Колокольни В колокольне Погребено Прошлая хранительница Огня Когда хранительница Заканчивает службу Ее отводят В истинную тьму Где она может Насладиться Заслуженным сном Вот оно что А если это Грубо говоря Усыпальница Кстати говоря Не обращайте Внимание На этот туманчик Я не знаю Почему они его здесь поставили Они То есть Когда Если тут немножко побегать То он потом исчезает И можно выйти снова на улицу Не знаю зачем Они Его здесь оставили Хорошо Так Нам надо по идее сюда У нас есть Два ключа Ой в смысле Две двери на самом деле Но Дверь слева Открывается С другой стороны Значит нам нужна Дверь вот эта Соответственно через нее Мы попадем туда Куда нам Нужно А если это Усыпальница Хранительница огня То по идее Мы сможем найти Здесь кусок От эсуса А и еще Здесь как-то Как-то Вот Вот Еще 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 Нет Ну да Как-то Так Здесь я знаю Залазят Но честно говоря Это О Еще 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 Давай Короче да Как-то Как-то От дерева Начинает Во Как-то От дерева Начинает Запрыгивать Я думаю Что может Получиться Я на самом деле Не смотрел Гайдов По тому Как это делать Хотя наверное Если бы я сильно Хоть захотел бы То Стоило бы Но я уверен Что можно Это и так сделать Только понять Принцип надо Но Я думаю Что это не имеет Никакого смысла На самом-то деле Ой Елки-палки Я аж Чуть не на саму Ветку не забрался Аж Ток Короче Я думаю Что это не имеет смысла Потому что это практически Да что Что будешь делать Но это хочется Сделать на самом деле Хочется Но Это нечестно будет Ну Принципы поняли Да То есть Это принципы Можно сделать То есть Вы С разбегу Забираетесь на дерево Потом резко Поворачиваете И Каким-то образом Запрыгиваете Туда Да Елки-палки Я не знаю Мне что-то Что-то хочется Вот сделать Это и все Вот хоть ты тресни Ладно Я еще раз попробую Если нет Значит нет Ты посмотри Ну Еще раз Короче Хрен с ним Суть в том Что даже Если мы туда попадем Мы заберем Только эту штучку И на этом все Закончится А нам все равно Нужно попасть сюда Хотя вроде бы Говорили что Даже Если я туда залезу То я в принципе Смогу там собрать Все Но это не честно Я же говорю Это не интересно Гораздо интересней Пробраться Как раз Честным путем Правильно Ух Ёлки-палки Выглядит все Шикарно Слушайте Вот этот Замок Это ведь и есть Замок Лотрика Правильно Соответственно Когда мы попадали На стену Когда мы С вами попадали На высокую стену Лотрика Мы с вами попадали Именно туда Разве нет Соответственно Оттуда откуда-то Я в бинокль Смотрел на это место Разве нет Я просто в упор Не помню Как выглядело То на что я смотрел Вы смотрите Что я вижу Ну-ка 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 Сейчас Ой Не то Срочно нужен Бинокль Вот Ну-ка Там просто видите Что-то белое Такое светится Странно Это Вроде бы Это ничего Но Но любопытно Ага Так Ну честно Теоретически Мы можем В принципе Сейчас Спрыгнуть На Крышу Но если я спрыгну На крышу Вон там Кстати говоря Какая-то надпись появилась А это как запрыгнуть Если я спрыгнул на крышу То мне нужно уже Знать Что делать дальше Чтобы быстро Забрать эту Ящерку Поэтому мы просто Пойдем сюда Я когда здесь Все Смотрю Тогда уже Пойдем На крышу Ага Слушайте А я ж могу Как-то и вниз Пойти По идее А мне видимо И надо было Вниз То есть Мне либо Надо было Идти вверх Сюда Либо Идти Вниз Через крышу Таким образом Я попаду Скорее всего Только В колокольном Впереди Бесцельность Ха Это тупик Хе-хе Ты хочешь Меня обмануть? Я не особо Это доверяю Потому что Ты мне написал Честно говоря Стало бы Хотя нет Я не думаю Что здесь Иллюзорные стены Блин Ты смотри Он был прав Я в шоке Это действительно Был тупик Ох Тихо Тихо Господи Хе-хе-хе Ладно Допустим Ты был прав Ну Было бы приятно Если бы туда положили Какой-нибудь труп Хотя Чего бы он там умер Кстати говоря Это именно Этот колокол Звонил Да? Ого Это именно тот Колокол А это Хранительница огня И тоже Да? Она тоже Закрыла Своё лицо Глаза Если бы тучным Да? Я надеюсь Что нашу Хранительницу огня Внизу Такая Участь Не будет Ждать Кстати говоря Помните Чего Больше всего Хотели Допустим Изумрудный Вестник И другие Хранительницы огня Помните Чего они хотели В предыдущих частях Больше всего Они хотели Избавиться От проклятия Нежити Хранительница огня Нам Ой Изумрудный Вестник Нам Всю Второй части Всю Всю Игру Нам говорил О том Чтобы мы Пошли И В общем-то Зажгли Огонь Вновь Так Если я просто Вот так Упаду Туда Я просто Себе Переломаю Все ноги К чертовой матери Но если я спрыгну На выступающий Там Гроб То в принципе В принципе Можно было бы И выжить Но Лучше я попробую Вот здесь Потихонечку Потихонечку Нормально Хорошо Ладно Я пока не буду Идти за ящеркой Потому что Я Уверен Что я сейчас Спугну Я надеюсь Что здесь Есть еще Хоть что-нибудь Вот Куда Куда бы мы попали Если бы мы Залезли бы все-таки На Ну через этот самый Потому что Мне сказали Что вот Если туда Я понял Что вот Если туда Запрыгну через дерево Господи Я Я Пикклпи Я Я Я Пампарам А А Ты хочешь Чтобы я тебе Что-то дал Да Может быть Ты хочешь Вот это Подожди А как это Помните Во второй части Был вот такой Был такой гнездок Где сидели Я даже не знаю Кто Птенцы Давайте будем Это так называть Они хотели Чтобы им Оставили Что-то Шелковистое И что-то В этом роде Да Использовать Выбранное Оставить Оставить Выбранное Просто Оставить Одну Штучку Да Это Это не то Чего ты хочешь Да Но Шелковистый Круглый Шарик У меня Такого Сейчас С собой Нету Хорошо А что вы Хотите Тогда Бомбу Я точно Вам не Оставлю Вам точно Не нужна Я не слышу Никакой подсказки Честно говоря От него Так Косочка возвращения Ну понятно Какую-то подсказку У которой Хотя бы Какой-то намек На то Что нужно Этой Этому птенцу Она просто говорит Ты и ты Мне мне И что Ого Ого Честно говоря Отсюда О Смотри Там кто-то Стоит Возле Трона А Мы же Освободили Серокрыса Кстати говоря И Трон Выглядит Очень даже Величественно Кстати говоря Отсюда Отлично Мы можем Еще сильнее Укрепить Эстус Слушайте Это очень Полезные вещи Впереди Трона Тропа Серьезно Даже не знаю Хорошо ли Что здесь Есть такие Подсказки Ладно Давайте Спрыгнем Почему бы и нет Так Не мимик Я уже Вижу Да и Странно Было бы Если бы Он здесь Был Серебряное Кольцо Жадного Змея Я помню Это колечко Это колечко Будет нам Давать Больше Душ Да Павшие Враги Приносят Больше Душ Серебряное Кольцо Изображающее Змея Которая Могла Быть Но Никогда Не Была Драконом Павшие Враги Приносят Больше Душ Змеи Существа Известные Своей Алчностью Они Даже Поглощают Добычу Больше Их Самих Поглатывая Целиком Впрочем Если кому-то Кажется Что это Слишком Можно Что это Слишком Можно Ограничиться Традиционной Жадностью Хорошо С ума Сойти Наконец Мы Нашли Иллюзорную Стенку Но Я Удивлен На самом Деле Здесь Реально Полезные Были Вещи Я То Думал Что Здесь Какая Нибудь Фигня Будет Валяться В основном Хорошо А что Как же Мне Теперь Упасть Так Чтобы Семь Ноги Не Переломать Нет 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 А Нормально Мне так уж Ты Больно Было Кто Ты Такой Ты Очень Похож На Кого-то Из Бладборна Между Прочим Разве Мы Скорее На Поиски Пропавших Повелителей Тогда Эти Красные Глаза Преназначаются Тебе Используй Чтобы Забирать Угли И Примножать Свою Силу Ради Выполнения Долга Для Чего Еще Нужны Негрящее Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Pillage Embers For Briefly High Strength For Your Duty What else Рун хоть он мутный на самом деле немножко хорошо что такое красное око предмет для игры по сети позволяет один раз торгнуться в иной мир поведив хозяина углей чтобы получить силу огня так что треснувшая красное око вовсе не безупречный инструмент ленхард безымянный палец знает об этом слишком хорошо ну знаю попадались эти красную красное око попадалось раньше но я не вы знаете никогда его не использовал поэтому я сейчас не знаю как его использовать хорошо а где серокрыс он не здесь туши и случаем должен был бы быть ладно давай тогда просто укрепим флягу с эстусом так на самом деле это довольно хорошая кличка которая мы нашли потому что я им много пользовался в первой части я им много пользовался она реально может помочь когда нужно было пофармить например когда собрал 20000 для того чтобы сюда попасть я кстати говоря забыл вам почитать по поводу тех вещей которые я нашел если можно так выразиться за кадром секундочку что за звуки я слышу какие-то странные звуки если честно и это вряд ли они где-то у меня в голове или уж тем более где-то я не знаю на улице нет это на улице не извиняюсь это реально на улице я просто думаю что слышно слышку это ради и не понимаю как что за херня так хорошо тем не менее нам сюда да вот он иди сюда твой нет 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 а вдруг она не исчезает раньше они исчезали может быть они сейчас что-то переделали так ну получается что это все осталось проверить только одно единственное место которое у нас осталось здесь по идее мне кстати говоря нравится я не помню было ли так во второй части но в первой точно такого не было там чтобы попасть по этим бросающим ящеркам нужно было исключительно размахиваться со всей дурью вот как мечом вот этим если я как-то над ними бил я по ним не попадал во второй части не помню как было здесь они ну в общем то наверное так и было как вот во второй части что теперь независимо от того как я ударю по ней я все равно по ней попадаю нам просто надо было именно хорошо так попасть по этой ящерки в тех частях чтобы в первой части чтобы ее ударить помните так ну это последнее что нам не нужно забрать аккуратно думаю что именно так это и планировалось да а дальше вы хотите чтобы себе ноги ломал нет нет смотри очень даже удобный спуск кольцо эстуса вот таких колечки мне еще никогда не попадалось это что-то новенькое представляете если бы здесь вот сейчас было бы в итоге закрыта с другой стороны ну в принципе навсегда была косточка возвращения хорошо что это за колечко такое зеленое кольцо из осколков увеличит восстановление эстусом вот очков здоровья это кольцо когда-то вручили одной хранительницы огня но она так и не встретила своего чемпиона последовавший трагифар стал притчей во язык во язык во языцех хорошо ладно в принципе мы здесь закончили совсем что я хотел здесь нам больше делать в общем то и нечего я думаю что да там это уже были я думаю что теперь храм огня станет своего рода ха он уже является хабом но скорее всего с него все началось и с него скорее всего и все закончится мне так кажется хорошо ладно сейчас все что нам осталось а секунды а мы уже усилили да мы уже усилили фляжку нашу еще раз хорошо в таком случае что я сейчас сделаю сейчас а нет вот еще что надо сделать сейчас сам покажу вещи которые я собрал просто понимаете в чем дело если бы у меня не запрос не забрался кусок серии мы бы всем этим сейчас занимались бы не так долго но тем не менее мы сейчас ходим кое-куда так хорошо я хочу вам показать что у меня появилось так панцербрехер это было длинный меч заблансированный и очень распространенный прямой меч носит кличный урон отличается сильными и куличными ударами да это то что я выбивал получается здесь есть несколько оружия которые я нашел они очень интересны например вот это меч рыцаря лотрика то есть это выполни меч когда я фармил души пока разбирался с проблемой я выбил вот этот меч из вот этого здорового рыцаря в доспехах отлично выкованный меч предназначены для куличих так такими вещами пользовались почтенные лотрикские рыцари когда-то рыцарь лотрик а со своими драконами согружали всех кто угрожал королевству впрочем это было давно на век стойка время стойка с пульс обычно так уж чтобы провести блок противника снизу или сильно так уж чтобы простить рубщу я понял то есть это то же самое что с этим самым будет выглядеть имеется ввиду так да я вот вспомнил один момент что даже если там написан крестик нарисован то мы в принципе все равно можем это дело в руки брать пользоваться мы будем этим не так эффективно но смотреть на это мы и дело можем в руках так хорошо что у меня еще есть я нашел клеймор клеймор который был там где была виверна очень большой тяжелый двуручный меч это универсальное оружие можно использовать и для широких размахов и для кулющих атак опять-таки стойка ну-ка как-то на вид на вид это выглядит великолепно мажется это тяжело очень тяжелом так хорошо что еще у меня было рапира так у тяготана понятно вот господи глубинная секира вот именно эта секира была в мимике этот простой обращение топор создан для боя и наносят обычный урон вложив атаку вес оружия можно серьезно ранить врага однако при неудачном ударе владелец остается открытым для контратаки с навыком боевой клич то есть вот это и у него есть судя по всему урон тьмой да видите он зачарован на тьму он все-то навсего требует 12 силы это не так уж и много на самом-то деле урон у него вот ведь у него урон тьмы идет 103 так большой топор вроде бы я уже его а нет это большой топор которым пользуются вот эти здоровенные которых мы убиваем полы которые так большой топор больше похоже на кусочек на кусочек на кусок чугуна чугуна если у вас хватит силы чтобы поднять это оружие то он хватит одного взмаха чтобы опрокинуть противника на землю поскольку при замахе задействуется все тело после удара владелец уязвим для контратаки так у меня кстати говоря есть несколько арбалетов есть обычный а есть рыцарский арбалет используется гордыми рыцарями лодрика украшен золотом арбалет благословлен силой молнии с ним лучше использовать громовые болты любопытно алебарда несколько колокольчиков клерика и я еще выбил несколько щитов вот например вот этот щит деревянный щит вытянутый деревянный щит украшены белым драконом деревянные щиты легкие с ними легко управляться к тому же неплохо поглощает магию с навыком парирования парирования так и вот еще железный щит я выбил обычный круглый малый щит сделанный из металла малые щиты не могут похвастаться значительным поглощением урона и лисучь зато они очень легкие и идеальны для парирования принципе все это дело можно продать я считаю много из этого по крайней мере можно продать чтобы не закламляла мне инвентарь хорошо я наверно сейчас решу что конкретно я продам и потом мы с вами продолжим уже в лодрике вот то место в которое мы сегодня с вами направимся замок лодрика место где пропадает любви судя по всему да я здесь еще один так во первых этот путь нам охраняет вот эти засранцы и недовольно мощные поэтому давайте-ка мы их наверно будем выманывать по одному и лучше всего даже с ними это здесь ржаться давай конкретно копейщик меня пункт меня пугает меньше чем рыцарь кто-то посмотри так вот это уже плохо тихо с двумя такими сражаться не намерен слишком слишком для меня но мы лечимся теперь да уже должны получше но это все равно нифига не помогает да ты посмотри как не сами сражаться если вы будете друг другу помогать а украшу нет не отнюсь сейчас мы еще не вошли в замок но и сосы мы уже потратили мы сейчас еще и жизнью потратим на это короче ты меня запарил хоть и не подвержен огню но лучше так чем сейчас кажется самое время сжечь фигурку да я заметил что когда мы возжигаем угли что ж такое что ж такое неугомонный да ёлки-палки я попал по нему но все равно не убил когда мы сжигаем фигурку мы восстанавливаем себе жизнь как было когда мы человечность восстана человечность восстанавливали наконец-то если бы мы их убивали по одному не было бы таких проблем на самом деле мне так кажется я кстати говоря зря это сделал потому что смотрите что у меня есть именно у меня есть талисман с помощью которого мы можем восстанавливать ухщи-трицаря лутрика шикарно смотрите и заодно я посмотрю как это будет выглядеть да чёрт подери великолепно смотрите можно кого-то вызвать кстати говоря выглядит так же как протагонист второй части да по-моему у него будет такой доспех короче я выяснил как использовать магию её нужно выучить для начала это всё то на всё надо было посидеть у костра и там в общем то можно было поставить всё это на быстрый слот имеется ввиду просто выучить магию в общем то поставить её ничего такого сверх сложного в этом не было более того там же можно сейчас раскидать вещи в инвентаре я некоторые вещи оставил там они сделали здесь ящик по-моему ящика раньше не было сделали ящик в котором можно было оставлять шмотки на самом деле всё плохо всё плохо потому что у нас нету эстусов а то куда мы идём мне уже не нравятся эти места хотя кого я обманываю конечно же не мне нравятся но нравились бы больше чёрт идей если бы у меня был эстус запарил а вы посмотрите кто здесь мёртвый лежит это же пилигримы да кто-то посмотрит потрепал нервы ну-ка я не могу их осмотреть очень-очень жаль это же те самые пилигримы которые были в заставке да кстати вы мне подсказывали что в принципе можно помните я говорю что нам надо вызвать а ты смотри это же арена что нам надо вызывать кого-то имеется ввиду каких-то нпсов на битву с боссами чтобы чтобы не пропустить сюжетную линию так вот немножко неправильно это всё мне преподнесли я так понял там поправочку сделали нужно можно в своём мире можно убивать кого угодно мне нельзя пропустить призыв нпсов в свой мир впереди враг я я уже понял впереди зверь более того я уверен что это даже всё всё правильно с этим хорошо а с другой стороны что ладно знаете что давайте перед тем как мы туда попрёмся я хотел бы здесь сначала всё осмотреть досконально я уверен что там босс и там босс наверное сейчас будет прям за дверьми потому что это чёрт подери уже замок лотрика о ёлки-палки ещё один нет ещё одного я скорее всего сейчас не переживу бонфаера здесь скорее всего не будет хотя последний бонфаер был аж чёрти где аж возле виверны по сути может помочь зад ладно у нас сейчас несколько путей либо пойти туда либо пойти туда можем ещё пойти туда в принципе пути у нас больше так особо не осталось то есть я думал что у нас откроется целая локация я бы ещё хотел бы тому зад надрать но я сейчас не смогу я хочу посмотреть что нас всё-таки там ожидает я думал что там что там где виверна там открылась открылась бы целая локация ну нифига там а ещё здесь мы не были там просто были вещи ничего более а здесь ничего нет ну ладно и скорее всего ничего иллюзорного здесь тоже не предвидится да ладно ну в таком случае пойдём сюда на боссов своего мира я вызывать никого не буду мы будем страдать на них в одиночку кстати говоря раз уж на то пошло то в принципе я могу сделать вот так что тебе не хватает маны серьёзно это быть такого не может а секундочку я не то делаю вот это вот это историческое событие я ещё никогда в жизни в Дарк Соусе не использовал магию это просто на ваших глазах вершится история так давайте сделаем ещё а ты уже не хочешь так делать потому что мне не хватает скорее всего магии он ещё какую-то ауру на себя накладывал я не совсем понял что это такое наверное это что-то вроде регенерации было ладно давайте посмотрим что здесь такое пятна крови у меня уже уже внушают как ты умер просто просто умер да неплохо я я в общем если я если я уже победил то неплохо здесь явно босс босс ВОРТ ВОРТ Из Холодной Долины О-хри-нет Я без эстусов Так, допустим Сейчас попробуем вону зубок Я бы еще бы немножко побегал вокруг него, чтобы понять, что он из себя представляет перед тем, как ему, в принципе, какой-то урон наносить. А он, кстати говоря, как? Он поглощен тьмой, нет? Судя по тому, что на него не сильно подействовал огонь, то нет. Тихо. Да что, гейм, это не имеет смысла. Тварюка! Тихо! Ах! Зараза! Ладно, я все понял. Ладно, давай еще раз. В принципе, тактика с ним ведение боя очень проста. Я просто зафэлился. Зафэлился из-за того, что я слишком долго уворачивался. Я когда немножко не рассчитал его скорость атаки, свою скорость прыжков. Просто надо держаться у него с теми под ногами. Он сильно мне напоминает ящерку. И смотрите, его тоже можно слегка застанить, видите? И мне больше всего интересно, а можно ли его заварировать. Вот это вот мне очень интересно, на самом деле. Ты хоть большой, огромный, большой, страшный, но... Твою дивизию. Ты же совсем несложный. Здорово тебе, конечно, тьма, но если бы я прокачал свою Чагатану... Так, я понял. Вот и вторая стадия, да? Ух, ёлки-полки. Да, это она. Это, черт возьми, она. Так, я понял. У этого мяк можно его убить. Да? Похоже на то. Получи. Тихо. Ага, этот меня удар не убивает, он меня просто встанет. Я даю тебе последний шанс удивить меня, засранец. Тихо. А ну, стой, блядь, тварюка. Получи. Ага. Душа Ворта из Холодной Долины. Фух. Вы обратили внимание, что нам написали? Нам написали, что наследник огня был повержен или что-то в этом роде. Насколько мне известно, наследник, так же как и трон, в принципе, имеет значение. То есть, имеется в виду, что это не просто слова или что-то в этом роде. То есть, не то же самое, что там враг повержен или еще что-то в этом роде. То есть, это достаточно важное что-то. То есть, к чему я клоню? Я клоню к тому, что, по идее, этот ворд мог быть тем же, кем являемся и мы. Наследником огня. То есть, возможно, тем, кто может возжечь огонь. Тем, кто хочет, может быть, даже возжечь огонь. Или тем, кто даже, может быть, пытался возжечь огонь. То есть, таким же наследником огня, как и мы, по идее. Хорошо. Знаете что? Я думаю, что на этом мы можем, я думаю, закончить. Босс был прикольный, но достаточно легкий. То есть, вы просто прыгаете у него под ногами. Хотя он и смог мне надрать пару раз задницу, но это... Ему повезло. Просто повезло. Короче говоря, продолжим, наверное, уже в следующей серии. Но пойдем мы, наверное, не туда. Пойдем мы походим в замки Лотрика, если это замок Лотрика все-таки. Имеется в виду, если это приведет именно в замок вот то место. Хорошо, ладно. Надеюсь, что вам понравилось. Я продолжу в следующей серии. Все, всем пока. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok